16 января церковь вспоминает преподобную Геннавефу Парижскую. Святая Геннавефа более известна нам как Женевьева, так произносят ее имя на родине во Франции. В переводе оно означает «дочь неба». Женевьева родилась в 422 году. Еще в ранней юности девушка приняла решение посвятить себя Христу. После смерти родителей она переселилась к своей крестной в Париж. В то время он еще носил римское название Лютеция. Но эпоха владычества Рима уже миновала. За власть над этими землями боролись несколько варварских племен. Когда Париж осадил франкский король Хильдерик, Женевьева с добровольцами отправилась за съестными припасами для города. Ее дар провидения помог отряду избежать врагов. Когда груженные зерном корабли причалили к берегу, Парижане встретили Женевьеву криками ликования. Она спасла город от голодной смерти. Через 12 лет франки вернулись. После длительной осады начались переговоры, которые парижане доверили вести Женевьеве. Город согласился открыть ворота, если новый король франков Хлодвиг примет крещение. Женевьева сама наставляла его в вере. Крестившись, Хлодвиг избрал Париж, столицу своего государства. Среди других славных дел Женевьевы прославление памяти первого епископа Парижа, святого Дионисия. На месте его погребения она построила церковь, посвященную ему, Сен-Дени. Со временем вокруг храма возник один из самых известных французских монастырей – аббатство Сен-Дени. Женевьева мирно скончалась в 512 году, когда ей было 89. Ее похоронили в храме Петра и Павла на вершине одного из холмов Парижа, который вскоре получил имя горы святой Женевьевы. Мы обращаемся сегодня к преподобной Женевьеве как к самолитвеннице, предстоящей ныне пред Господом. Моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok